Уральский федеральный округ Данные опубликовало Министерство здравоохранения России Есть в этом антирейтинги и Ямал Согласно статистике в округе самая высокая заболеваемость среди детей до 14 лет В списке также еще ряд северных регионов Таких как Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Республика Карелия Дети в прошлом году здесь болели чаще, чем три раза В прошлом году на Ямале переболели более 320 тысяч детей Найменьшие цифры по заболеваемости зафиксированы на Северном Кавказе Наш выпуск продолжает новости короткой строкой Мы готовы рассказать вам о достижениях знаменитого спортсмена А также о новинках города и округа На Ямале продолжается капитальный ремонт домов 92 многоквартирника готовы на 100% В программу капитального строительства попали и 37 новоуренгойских домов У 23 из них ремонт уже завершен Все работы по капремонту должны быть закончены до конца декабря этого года В аэропорт Нового Уренгоя завезли всевидящее ОКО Пять новых аппаратов используются для досмотра багажа пассажиров и грузов Устройства от известного мирового поставщика рентгеновского оборудования Установили на предполетном досмотре В городе установили еще шесть док-боксов Два на озере Молодежное Один на площади Дворца культуры Октябрь Один на площади памяти Также недалеко от Полярной Совы И еще одна установка возле детско-спортивной площадки микрорайона Мирный Эти места выбрали сами жители города на сайте Живем на Севере Контейнеры заполнены специальными пакетами с подробной инструкцией по использованию Напомним, ранее док-боксы установили в парке Дружба и сквере Чистая энергия Вновь избранный депутат Государственной Думы А по совместительству олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин Поделился в своем инстаграм итогами своей первой рабочей недели в кресле парламентария Чиновник пишет, пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов Сразу в новом статусе Антон решил, что половину своей зарплаты будет перечислять на благотворительные цели А это около 170 тысяч рублей Дети подземелья Нет, наш следующий сюжет не про рассказ Короленко А про наших ребят, которые так же, как и герои известной книги, чувствуют себя обделенными и брошенными Почему? Ну, они сами все расскажут Надоело все, потому что мы ездим защищать честь города За город, на разные соревнования, но мы не можем нормально выступать, только потому что у нас нет объекта, где можно заниматься и оттачивать свои навыки О проблеме всех скейтеров и самокатеров города 15-летний Александр уже устал говорить взрослым, а потому решил просто снять об этом клип На протяжении зимних месяцев мы ищем те места, где можно кататься, где высохло, но часто нас с них выгоняют, нас просто не понимают Своим роликом ребята работали в течение четырех месяцев Своё творение залили в сеть с единственной целью – донести до взрослых, что для них это не просто хобби, а часть жизни И что это тот вид спорта, который заслуживает как минимум внимания и как максимум уважения Мы ездим несколькими партиями на дыму, там есть крытый скейт-парк и мы там тренируемся, то есть мы за свой счет берем свои машины и едем туда все вместе Обычно ездит по человеку 15-20 и мы там тренируемся и занимаем на стартах Этот ролик разлетелся в сети ударной волной и заставил обратить внимание к проблеме молодежи Ребята признаются, много лет они привыкали к специфике своего города Проблему с почти круглогодичным снегом даже пытались решать своими силами Я сам в прошлом году чистил здесь парк, это когда было 9 мая Выходим с лопатами, разбиваем лед, чистим Также помню в прошлом году Артем в минус 30 чистил такой квадратик, 3 на 3 метра на нем катался К слову, отсутствие крытых скейт-парков не единственная проблема новоорингойских спортсменов Мы уже снимали сюжет о том, что спортивная площадка уже давно является полем конфликта интересов Помимо спортсменов, засегдаты и специализированные площадки родители с маленькими детьми В городе более 150 ребят, которые занимаются экстремальными видами спорта В хорошую погоду их можно найти на улицах города, в парках, где они будут оттачивать мастерство Места они признаются мало, а потому за своими площадками следят строго Мы стараемся здесь убираться, потому что здесь очень мусорят сильно Приходят просто люди, которые не катаются Для нас она как дом, второй дом И мы здесь проводим очень много времени, но из-за темны мы мало здесь проводим времени Потому что она вся в снегу Сейчас началась школа, я уделяю всего 6-5 часов в день Потому что надо еще тратить время на учет Так как я не хочу без дела сидеть, я поэтому катаюсь Зрителями нашумевшего в сети клипа стали и местные чиновники Беды новоуренгойских спортсменов хорошо им знакомы Я как мать и как бабушка, которому внуку 4 года Он занимается сегодня плаванием, футболом и шахматами уже одновременно Я приветствую все, что убережет наших детей от пагубных привычек И от того, что ведет их в сторону Если эти дети и взрослые ребята сняли такой клип, такой фильм Он получился просто полноценный Значит, вот здесь им не все равно Значит, они этого хотят, а мы как взрослые в стране быть не можем Ребят пригласили на беседу обсудить за круглым столом Возможности появления в городе крытой площадки И решение нашлось Взяв пример опыт соседей, в Новом Уренгое всерьез подошли к вопросу Создание собственного крытого парка для экстремальных видов спорта Дали надежду, намек, что все реально можно реализовать Ну, главное двигаться и что-то делать Сейчас инициаторам нового для города проекта Предстоит разработать план будущего спорткомплекса И в течение продолжительной зимы Реализовать спортивную мечту Новорингойской молодежи Ну а теперь к теме большого спорта Новорингойский факел накануне проиграл Самотлору из Нижневартовска Все решилось в последней, пятой решающей партии До этого мы выиграли первый и четвертый сет Во втором проиграли со счетом 26-24 Стоит отметить новичка факела Кристиана Падера Эксперты считают, что он провел свой лучший матч, набрав 32 очка В итоге после одной победы и двух поражений подряд Наши волейболисты находятся на четвертом месте турнирной таблицы Следующая игра состоится в субботу Нашим соперником станет нефтяник из Оренбурга Который сейчас занимает третье место Напомню, в эти дни предварительный этап Кубка России по волейболу проходит в Уфе Впереди два дня выходных И мы настаиваем, чтобы вы не сидели безвылазно в своих квартирах Тем более, что мероприятий в эти субботу и воскресенье будет предостаточно На любой вкус и для всех возрастов Подробнее о них в нашей пятничной телеафише Логическое завершение арктического международного турнира по волейболу среди детских команд Не пропустите финальные игры Они состоятся в субботу Завершается фестиваль мини-футбола Ямала Для тех, кто не успел оценить уровень игры команд Смогут это сделать в субботу Напоминаю, что между собой соревнуются 10 команд муниципальных образований округа Любители классической музыки могут насладиться выступлением Тюменского филармонического оркестра Это один из самых молодых симфонических коллективов в стране В его составе 64 музыканта-лауреаты международных и всероссийских конкурсов По многочисленным просьбам жителей Нового Уренго Состоится юбилейный концерт инструментального ансамбля Ну-арт-проект «Музыка моего города на бис» Я думаю, название концерта Говорит само за себя В новый творческий сезон Колоритно, задорно и по-народному В субботу творческие коллективы Централизованной культной системы Приглашают вас на концертную программу «Зажигаем по-народному» Всех секретов раскрывать не буду Но организаторы мероприятия обещают Оно не оставит никого равнодушным Хотите привести свое тело в тонус? Утренняя зарядка вам в помощь Двери дворца «Спорта Звездная» Открыты для вас в субботу и воскресенье А телеофишу на эту неделю для вас подготовили Андрей Романов, Владимир Гайнз Телерадиокомпания «Сигма» для НОР-24 Ну что, выбрали для себя мероприятие по душе? Если нет, то и это еще не все 7 сентября для посетителей вновь доступен зоопарк В детской экологической станции Он заработал вновь после летних каникул Одними из первых посетителей стала и наша съемочная группа Ну что, откроем новый учебный сезон в детской экологической станции Даже ворон понимает, что уроки биологии в зоопарке Усваиваются лучше и веселее, чем зоопарты, уткнувшись в тетрадь и учебник Школьники и дошколята Нового Уренгоя Если хорошенько подумать, большие везунчики Могут совершенно бесплатно общаться в учебное время с обезьянами, енотами и крокодилами Еще и получают за это пятерки Наглядные пособия Попугаи, черепахи и аквариумные рыбки Если что-то не усвоил, всегда можешь закрепить полученные знания, вернувшись в зоопарк в свои выходные Так, подождите, посмотрите, посмотрите, сколько давать его постучил Прийти в зоопарк можно не только за знаниями, но и для души Покормить приглянувшегося питомца ягелем или морковкой, кому чего позволяет диета Илья Горев и его дочка Соня посещают детскую экологическую станцию регулярно И неизвестно, кому выходные в зоопарке больше по душе, папе или ребенку Я всегда с детства сам любил животных, любил посещать зоопарки И вообще все, что связано с животными Поэтому не только ребенку, но и мне это всегда доставляет какие-то ностальгические Не только ностальгические детские воспоминания, но и просто позитивные эмоции А вообще детская экологическая станция имеет полное моральное право называться этнографической В локации Чум проходят уроки истории родного края Суровая и такая непохожая на городскую жизни коренных народов, как на ладони Чем отличаются ханты от ненцев? Почему в Чуме не холодно? Чем занимаются кочевники-мужчины? А что входит в список обязанностей женщин? К естественному и прекрасному с помощью детской экологической станции Приобщались Сергей Рунько, Феликс Рассихин, телерадиокомпания «Сикма» для НУР-24 Проверить свои знания в области экологии Такую возможность получили новоуренгойские школьники Что стало для них мотивацией для правильных ответов, узнавал наш корреспондент Андрей Романов Впервые в новом Уренгое в газовой столице прошел всероссийский экологический диктант И его нельзя сравнить с ЕГЭ, хотя вопрос одержали в тайне А вот с Олимпиадой сравнить можно Трудно себе представить более подходящее место для проведения подобного диктанта Чем детская экологическая станция Здесь сами животные вдохновляют на правильные ответы Жаль, что подсказать не могут Вот ты знаешь, почему нельзя сжигать листву? Нет? Нет Всего в диктанте приняли участие более 90 новоуренгойских школьников В возрасте от 12 до 16 лет Перед началом проверки знаний ученики не нервничали Они явно не воспринимали это как экзамен Для меня в основном это будет опыт и проверка своего умения писать подобного рода диктанты Как думаешь, какие самые сложные вопросы для тебя будут? Даже не представляю Больше как к развлечению, мне интересно Ну а какой, думаешь, самый сложный для тебя вопрос? Я даже не знаю Все легкие, наверное 20 вопросов за 40 минут То есть получается, что времени на размышления не так много Самое главное, что ученики в ходе диктанта Могут получить независимую оценку уровня своих знаний в области экологии Не могу ничего сейчас сказать Задания не видела Но будем надеяться, что наши дети не ударят глаз в грязь лицом И достойно напишут этот диктант Результаты диктанта отправят в Москву Там подведут всероссийский итог И станет ясно, какое место в рейтинге экологических знаний Занимают новоуренгойские школьники Андрей Романов, Владимир Гайнз Телерадио компания «Сигма» для НУР-24 Наш эфир продолжает программа «Патруль» Любовь Ломака готова поделиться с вами хроникой Самых резонансных преступлений и происшествий У меня же к этому часу все Хороших вам выходных И до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok